Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей, 14 февраля 2018 года, среда. По одному из старинных, 25-й день месяца в юг и стужа, 7526 лета, понедельник. А при чем здесь любовь, скажете вы, увидев анонс День Святого Валентина? И будете правы, потому что это тема сегодняшнего нашего эфира. И автор-сказитель у нас, как вы думаете, кто? Ну, не буду больше затягивать на Ригу. Михаил, здравия тебе, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас слышит и у кого выражение хорошее, может, как-то и видит. Скажи, пожалуйста, человек с хорошим воображением, почему ты решил поднять эту тему именно 14 февраля? Что так тебе мирно не спалось на своей досадной кушетке в зимнюю пору? Я из лесу вышел, был сильный мороз. А потому что так внезапно получается, случайно, таких случайностей я в жизни очень много замечаю, что как-то появляется время для того, чтобы то, о чем ты размышлял, как-то мог это донести тем или иным образом до других людей. Всё так просто и банально? Ну ладно, хорошо. Ну, давай тогда начнём уже с самой темы. День Святого Валентина, причём здесь любовь. Я думаю, что многие скажут, ну вот, докатились на Народном славянском радио, говорят про какие-то там валентинки, про какие-то там сердечки. А тем более у нас наш художник подрисовал к этому вот зонтику цветные вот такие полосочки, которые очень красочно говорят о том, что такое День Святого Валентина в одном из направлений. Ну, Алексей, всё-таки я тут подготовил вступление, а ты так меня хочешь прям, чтобы я тут вот людям рассказал, кто я такой, откуда вообще я взялся, немножко хотя бы. А потом чуть-чуть можно уже, ну, чуть-чуть рассказать, а потом уже остальное про Валентину. Ладно, давай тогда пропускаем с роддомом, пропускаем. Это, наверное, не очень интересно, а вот кто-то такой, давай рассказывай. Хотя, может быть, про роддом там какие-то были случаи, вдруг родился, всех удивил чем-то. В общем, у меня есть часть стихотворения, в котором описывается то место, где я появился на свет. Звучит это так. Я в суровом родился краю, где высокие кедры поют, Где закатной порой над рекой ангарой, Облака сквозь туманы плывут. Небо словно прозрачный бокал, Теневой наполняло Байкал. Волны прожитых лет превращались в рассвет Родниковых небесных зеркал. Знаю я, вся жизнь моя, Иркутская история, Исток величественных рек, Таёжные просеки разбег. Знаю я, вся жизнь моя, Иркутская история, Просторов песенная ширь, Святая русская Сибирь. В общем, этот раз мне посчастливилось Появиться в этом мире примерно в 200 километрах от озера Байкал, В небольшом городке Сибирском. Чувствую, название у него раньше было маленько другое, И звучало как Черемухова, Потому что в том месте большое количество черемухи Росло и растёт. Детство моё в основном проходило у бабушки с дедушкой, Тогда я даже и не подозревал, Что по нашим ведическим традициям Именно так и воспитывали детей. Обычно не родители, А принимали более активно, Занимались воспитанием детей, А именно старшее поколение. И вот я жил у бабушки с дедушкой, Это был дом, То есть мы жили на земле. Место такое, где находился дом, Очень напоминало деревню. Там, по сути, я провёл своё детство, Свою юность, И потом уже, когда стала постарше, И когда мне уже пришлось учиться в институте, Я с этого места съехал. Но именно вот это детское познание окружающего мира, Когда можно потрогать, пощупать, Вот это в природе, Когда ты видишь, как всё растёт, И не по компьютеру и телевизору, А, так сказать, в реальности, То вот это всё именно, видать, И позволило мне начать радоваться красоте этого мира, Понимая эту красоту не только в каких-то вещах, Которые делает человек, Но и красоту природы. Ну а дальше получался ещё какой момент. Я с детства люблю читать очень много, И некоторые моменты, которые я там опыт какой-то изучаю, Пытаясь, читаю я обычно для того, Чтобы то, что я в мире окружающем познаю, Мне ещё дополнительный опыт взять каких-то других людей, И посмотреть на это дело применительно через свой опыт, Опыт других людей. И таким образом я пытаюсь постигать внешнее и внутреннее. И получается иногда видеть какие-то закономерности, Каких-то процессов происходящих, Причём хоть они вроде бы и официально наукой не доказаны, Но они происходят не только в моей жизни, И в жизни других людей. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, Случайно начал изучать какие-то там направления По развитию осознанности, Развитию душевности, духовности, Как-то случайно вышел на Народное славянское радио, Случайно его послушал, Случайно приехал на один из семинаров, О котором я узнал через Народное славянское радио, Случайно там встретил Алексея Орлова, Случайно с ним познакомился, Потом в определённый момент случайно, Когда необходимо было заменить человека, Который не мог в этот момент выпустить передачу, Как-то случайно я его подменил, И так вот получилось случайно-случайно-случайно, И в итоге совсем не случайно, Наверное, уже некоторые люди начинают говорить, Обнаглел совсем, схватил Алексея за бороду, Не даёт, понимаешь, другим людям появляться, А только что-то задаёт, задаёт, А ещё много столько людей, Которым тоже охота задать тебе интересные вопросы. Поэтому, думаю, надо про себя уже прекращать, Разглагольствовать. А, во, ещё что забыл сказать, Ну, чтобы сразу люди-то половина отсеялась. Я, к сожалению или к счастью, Не являюсь каким-то аватаром, Аватаром каких-то там богов или богинь. Может, если являюсь, То я, по крайней мере, об этом не знаю на данный момент. Вот. Также у меня нету никаких таких вот способностей По телепортации там. И прям не могу я на расстоянии сказать, Кто сколько вешает и как выглядит. То есть таких вопросов, к сожалению, Я вам ответить не смогу. Вот так, а то просто уже задавали. Ну, ладно. А теперь всё-таки давай приступим К теме нашего сегодняшнего эфира. А давай-ка приступим на самом деле к теме Сегодняшнего эфира. Раз уж ты не хочешь удивлять, Что там у тебя было в роддоме, Ну, давай тогда уж к теме эфира переходим. Да. Мне попалась очень интересная такая статья. Она вполне хорошо, В этой статье очень хорошо проанализирована, Собрана информация по поводу того, Что сегодня, вот какой сегодня день. Поэтому я с этой статьи зачитаю кое-что. Ну, а дальше уже всё-таки планирую беседу так нам, Чтобы мы так беседу построили. Сначала будет информация о том, Что нам рассказывают, Как бы, что это за день. Затем будет информация о том, И как у нас было. А затем будет самая, наверное, Интересная всё-таки часть, Чтобы народ у нас тоже поучаствовал. Потому что, исходя из того, Что нам рассказывают то, Что у нас было, А сейчас мы понимаем, Что у нас есть, И что нам охота, Чтоб у нас всё-таки дальше в будущем было. Нам надо как-то вместе подумать, Как вот сделать то, Что мы хочем, Хорошее в будущем, Чтоб с нами это произошло. Ну, а раз применительно сегодня Всё-таки мы будем рассказывать О таком, Как бы, Не влюблённых всех, То я всё-таки думаю, В конце ещё надо поговорить Именно о том, Как всё-таки правильно-то вот Соединяться половинкам, Чтобы они потом оказывали всё-таки Единым целым, А не какими-то Разрозненными частями. Ну, в общем, Давай по порядку. Итак, статью эту написал Стас Чернов. Называется она «День Святого Валентина». Что же такое на самом деле? Странные, И я начинаю его как бы зачитывать. Странные дела творятся в мире. Веками жили люди, Любили друг друга, Причём любили гораздо крепче, Чем сейчас. И не знали никакого дня Святого Валентина В качестве дня влюблённых. А сейчас любить разучились, Из созданных семей Сохраняется лишь десятая часть, Зато массово научились Праздновать Валентина в день. Ах, какой он милый на картинках, Этот день влюблённых, День Святого Валентина. Он весь такой плюшево-цветочный, Сердечно-шоколадный, Просто спальня маленькой девочки, А не праздник. Многоточие. Да что же это такое-то на самом деле За чудо-праздник этот Валентинов день? Кто его придумал и зачем? А за невинным внешним праздником Скрывается пропаганда Гомосексуализма, Разврата и избиения женщин. Вы мне не верите? Тогда давайте подробнее Взглянем на историю Происхождения этого Сомнительного торжества. Постараюсь кратко, Как это только можно, И в то же время доходчиво Донести до общественности Следующие моменты. Сначала Происхождение и легенды По поводу этого праздника. Что нам говорят? День Святого Валентина Назван по имени Раннехристианского мученика Святого Валентина, Который жил в итальянском городе Тверни В третьем веке И был казнен 14 февраля 2070 года. Считается, что он был канонизирован Папой Римским Геласием I В 494 году. Этот праздник назван В честь как минимум Двух еще более ранних Христианских мучеников С именем Валентин. День Святого Валентина Берет свое начало Легендарных Лупинкарий. Это так назывались Фестивали эротизма Отмечавшихся 14 февраля. О размахе оргий Насилия над женщинами Поощрение гомосексуализма Непременно сопровождавших Это празднование Можно подробнее узнать В специальной литературе Или подчеркнуть Из других открытых источников По поводу вот этого запроса. Что это такое? Вот эти Луперкалии Вот так Да кто же был этот человек С именем которого Связывают традицию Празднования Дня Всех Влюбленных В многочисленных публикациях Появляющихся в канун 14 февраля Вы можете прочитать Следующую красивую легенду Что мол христианская религия Была вне закона Когда священник Валентин Проповедовал в Риме В третьем веке Во времена императора Клавдия II Что правил С 268 А во времена Императора Клавдия II С 268 По 270 год Вот в эти два года Началась война с готами И был объявлен набор Молодых людей в армию Но те кто был женат И не хотел бросать своих жен В общем там были женаты И они не хотели В общем идти воевать И тогда Этот главный у них Клавдий Запретил брачные обряды Но Валентин Не подчинился его приказу И продолжил Увенчать молодых людей И это сделало Валентина Другом всех влюбленных В Риме Но привело В ярость императора За что Валентин Был схвачен Заключен в тюрьму И казнен 14 февраля 269 года Вот на самом деле Вот эти моменты Когда даже не важно Пусть это допустим Будет правда Но вообще Зачем привязываться К дням смерти Ну ладно Давайте дальше Накануне казни Он послал письмо Дочери начальника тюрьмы Которая была его возлюбленной В письме Валентин Прощался с нею Он благодарил за все И подписался Твой Валентин Это и положило основание Традиции Дня Святого Валентина На первый взгляд Вот это вот прочитаешь Ну и кажется Что вроде как бы Все тут правдоподобно И исторически выверено Но на самом деле Если глубже копнуть То получается Тут немного несостоятельно Во-первых Потому что Таинство венчания Сформировалось в церкви Только в эпоху Средневековья В третьем веке Такого обряда Просто не было Значит получается Что Валентин Никого не венчал Во-вторых Не надо быть Большим знатоком Церковного права Чтобы понимать Что священник Не может вступить в брак Такое установление Мы находим Еще в Новом Завете Священник Если он не женился До своего Рукоположения В сам Теряет каноническую Способность На брак То есть получается Либо он мог Жениться До брака Либо если он женился То Вернее Либо если он Вошел в сам Стал священником То тогда Как говорится Выбирай Батенька Либо ты Священник Либо ты Соответственно Сам слагаешь И тогда Пожалуйста Создавай себе Новую семью А в противном Случае он совершает Большой грех За который Наказывается Лишением Стана Таким образом У Валентина Если бы он Был священником Появление Новой возлюбленной Означало бы Факт измены Или своей супруги Или своей вере А при подобных Обстоятельствах Такой человек Просто не мог Быть прославлен В лике святых Приходится признать Что все Это красивая легенда И просто Даже неграмотная Выдумка Христианской церкви Другую версию О происхождении Этого торжества Предложил священник Греческой Православной церкви Георгиос Металлинос Да Наверное Металлом Занимался Фамилия Интересная Согласно Его мнению Традиция Празднования Этого дня Была установлена Американским Актером Рудольфом Валентино Умершим В 1926 Году Последний Считал себя Идеалом Всех любовников И в этот день Устраивал в своем доме Развратные вечеринки Которую называл По-английски Валентины Эс Дэй В любом случае Говорить о древних Традициях Празднования Этой даты Не приходится Да Церковь знает Несколько древних Святых С именем Валентин Среди них И Присвитер И епископ Пострадавшие В третьем веке Имеются Их старинные Жития В которых Разумеется Нет ничего Из того Что предлагают Нам современные В кавычках Летописцы Очевидно Что первоначально Возникла идея И коммерческая Предпосылка Празднования Дня всех Влюбленных А уже после Стали подводить Под нее Какую-то Историческую Составляющую Таким образом У февральского Праздника В Риме Древние корни В любых Его вариантах Рядом шли Любовь и страх Смерть и боль Тоже можно сказать И о средневековом И современном Его толковании И вот люди Сейчас такое Празднуют Дальше Теперь Есть такая фраза Говорит Когда пытаешься Понять Что-то Задавая вопрос Кому все-таки Это выгодно И вот мы тоже Попробуем задать вопрос Кому же выгодно Популяризация Празднования Дня Святого Валентина Когда он появился И когда стал Праздноваться Этот новый день Календаря Ведь на самом деле Это все произошло Совсем недавно Я вот еще Помню Времена Когда про этот День Не было известно То есть Это родное Дитё Эпохи Капитала Своё победное Шествие Праздник Начал Разумеется Из Америки В 19 веке И во многом Обязан своим успехом Коммерческой Составляющей Продажи подарков И почтовых Открыток Сердечек Активно Продвигаемых Двигателем Торговли Рекламой Стоит Только Удивляться Как современный Славянин Славянский Или там Русский Как современный Человек Способен Доверчиво Без анализа И рассуждений Принимать Все культурные Отбросы Которые ему Предлагают СМИ И проявлений Западной Или американской Культуры Потребления Вот скажут Например Что мол Вань Сегодня у нас Хэллоуин Ну и Ваня Покорно Справляет Праздник Когда по Каким-то там Кельтским Представлениям На землю Выходит Всякая Нечисть Или например Ване Предлагают А давай Сегодня Отметим День Святого Валентина И наш Ваня Опять Ударяется Во все Тяжкие Что тут Можно Сказать Кроме Как в Европе Где-то там Прорвало Культурную Канализацию А у нас Это все Почему-то Всплывает Есть еще Интересная Штука Такой И называется План Аллес Алина Далласа Он был Направлен На то Чтобы Уничтожить Славян Вот Кому надо Может его Полностью Почитать Но тут Есть выдержка Из него Выдержка Такая Мы будем Браться За людей С детских С юношеских Лет Главную Ставку Будем делать На молодежь Станем ее Разлагать Развращать И расплевать Мы незаметно Подменим их Ценности На фальшивые И заставим Их в эти Фальшивые Ценности Поверить Многоточие Так вот По молодежи Сейчас как раз Тяжелым катком И идет Весь этот Секс Просвет Щедро Спонсируемый Спонсируемый Разными Соросами И ему подобными Людьми На этом Очень неплохо Заработали Те Кто выпускает Молодежные Журналы Аптечные Изделия И так далее И если мы Начнем вспоминать Когда Стал прививаться На нашу почву Неведомый нам Прежде Вот этот День влюбленных День влюбленных То увидим Что он начал Вползать К нам Через СМИ Сразу После первой Отбитой Нами атаки Полового Просвещения Наших Детей Различные Сейчас появились Различные Шоколадки Печенюшки Конфетки Сердечки Купидончики Амуры Так называемые Виртуальные Открытки В соцсетях Бумажно-картонные И прочие Спецсредства Для втягивания Молодых В празднование Этого самого Валентиного Дня По сути Ведь это то же самое Что и наживка С прикормом Для снастей При ловле Рыбы Теперь дальше Попробуем еще Глубже заглянуть То есть мы Разобрали Ту версию Которую нам Рассказывают Посмотрели Кому выгодно С точки зрения Коммерции А теперь Попробуем Заглянуть еще В духовную И душевную Суть Всего Вот этого Происходящего Происходящего Более Ста лет Назад Пройдя Американизацию Праздник Постепенно Приобрел Свой Современный Вид В нашу Жизнь Валентинов День Вихрем Воровался В середине 90-х годов 20-го века И многие Наши земляки Порядком Подуставшие От бесконечных Потрясений Элементарного Недостатка Положительных Эмоций На Ура Восприняли Новый Праздник Как тогда Казалось Праздник Любви Но таковы Особенности Современной Масс-культуры Когда постепенно Выхолощивается Смысл Праздника Как растаявшая Во рту Конфета А в красивую Обертку Заворачивается Все что угодно Но только Нетрадиционные Человеческие Ценности На которых Когда-то Жизнилась Жизнь Многих Поколений Наших Предков Почему Пока Малоэффективны Разъяснения О подоплеке Всех Этих Дней Влюбленных Да просто Потому что Очень трудно И часто Невозможно Рационально Бороться С тем Что находится В сфере Эмоционального У человека Почему Молодые Не хотят Слышать О том Что на самом деле Спрятано За этими Днями Скорее всего Потому что Их притягивает Это слово Любовь Ведь в нашем Жестоком Мире В котором Уже Оскудевает Любовь Так хочется Чтобы ее Стало Больше Ведь Рано Оторванная От родителей И прошедшая Через систему Ясли Детский сад Необласканная Родительской Любовью Не защищенные Ею Но отрастившие Шипкие Колючки Дети Как воздух Ищут Любовь Всю оставшуюся Жизнь И попадают На вот Такие Самые Подмены И для них Уже Становится Любовь Это не Тепло Уют Совместные Дела И разговоры А родители Отдают Сейчас свое Время И силы На зарабатывание Денег А с детьми Выстраивают Чисто Функциональные Отношения Надо их Просто Накормить Одеть Обуть И обеспечить Какие-то Развлечения Душевные Духовно Неразвитые Дети Тоже не могут Никому Отдать Того Что Сами Не Получили Ведь Намного Проще Купить Бумажное Или Шоколадное Сердечко Кому Нибудь Подарить И забыть Об этом Теперь Уже Это Называют Любовью Любовь Взгляд Любовь Тайна Любовь Состояние Просто Исчезает А появляются Действия Любви То есть Любовь Становится Функцией Это Раньше Были У людей Переживания А сейчас Все Перемещается В предметную Деятельность Тонкость Душевных Переживаний Просто Пропадает К счастью Что Не все Попадаются В придуманные Этими Коммерсантами Дни Ловушки Не все Ведутся На эти Липовые Праздники Если Поначалу Молодежи Бросилась Во все Тяжки То Здоровая Часть Общества Особенно Православные Староверческого Толка В основной Своей Массе К этим В кавычках Дням Влюбленных И им Подобным Все Таки Относятся Трезво И Спокойно Это Связано С тем Что Трезво Мыслящие Люди Их С каждым Днем Становится Все Больше Познали Пусть Пока Еще Поверхностно Но Первый Шаг В этом Уже Сделан Наследие Сумели Пережить И прочувствовать Весь Смысл И всю Сакральность Настоящих Праздников Радость От их Приближения Всего Что с этим Связано Включая Подарки Подготовку И праздничные Застолья Естественно Что Такие Люди Сердцем Чувствуют Искусственность Таких Псевдопраздников Как Валентинов День Для Последователей Старой Веры Каждое Обряда Действия Это Праздник Любви Позволяющие Ощутить Подлинную Любовь Чистую Радость Свет Никакие Дни Влюбленных И другие Женские Или Мужские Дни Не дают Такой Полноты Любви Восстановление Крепких Семей Исповедующих Старую Веру В нашем Обществе Также Демонстрирует Нам Что Подлинная Семейная Любовь Безмерно Выше Тех Лукавых Дней Подлинно Духовно Нравственные Ценности Возвращаются Ведь молодежь наша потихоньку Пусть пока еще медленно, но верно пробуждается Становится трезво мыслящей Внимательной К знамениям времени Не всем же быть Духовными дегенератами Поэтому есть надежда на то Что и эту напасть Мы не только переживем и живем Но возродимся И продолжим жить так Чтобы наши небесные земные рода Процветали Да помогут нам в этом родные боги То есть Теперь получается Нам Нужно еще посмотреть А славянские Вот Варианты Вот Праздников Которые Ну Либо они забыты Либо они как-то Упоминаются Но вскользь И вообще Они есть или нет Но Сначала перед этим Посмотрим на официальную Какую нам альтернативу Говорят Она тоже такая С двойным дном Альтернатива То есть Например Говорят что В России Есть Вместо дня Святого Валентина Есть празднование Дня Святых Петра и Февронии Там вот какая легенда Которую нам преподносит В городе Муроме В 13 веке Правили благочестивый Князь Петр И его супруга Феврония Единственные на Руси Святые Которые издавна Почитаются нашим народом Как покровители Супружеской любви И семейного счастья И по сути Представляют собой Образец идеальной семьи О которой Слагались легенды История их любви Подробно Подробно описана В древнерусской Повести О Петре И Февронии В старости Супруги Приняли Монашество И прожив Любви и согласии Долгую жизнь Умерли В один час Эти святые Издавна Считаются Покровителями Семьи и брака Поэтому в день их памяти 8 июля И предлагается Учредить новый праздник Который Кстати Широко Отмечался До 1917 Года Тут вот хорошее Пояснение В этой статье Но говорит Опять 25 Посмотрите И день Святого Валентина И день Святых Петра И Февронии Это дни Их смерти Вот насколько Это правильно Праздновать Такое Мрачное Событие Как вот Их смерть Да и сама скудность И духовная бедность Сопровождающаяся Монашеством Разве Может быть Поводом Для праздника Да и вообще Христианство Это очень Темная Довольно-таки Противоречивая Сама себе Религия Посему Не стоит Даже и пытаться Привязать к нему Такие светлые праздники Как день любви Верности И так далее Ну а теперь Мы все-таки Посмотрим Наши варианты Которые были У славян Которые вот Мне удалось Найти Посмотреть И попробую Вам это донести Был у нас Такой праздник Красная горка Когда Расцветали После долгой Зимы Подснежники И чувства Пробуждались Природа Люди Бывшие Плоть Плоть Плотью Ее То они Тоже Радовались Этому Расцветали Как они И появлялся Праздник Такой веселый С названием Лельник В эти дни Русалки Русалки Это все-таки Птицы Такие А тут Упоминается Что это Якобы Духи Духи реки Все-таки По-моему Духи реки Как-то Или мавки Что-то такое Называлось Так Ну в общем Это Именно День Опять же Не день А дни Они связаны С тем Что природа Пробуждается Наполняется Силой Наполняется Энергией Жизни И в этот момент Люди В гармонии С природой Начинают Тоже Праздновать Радоваться И получается Взаимодействие Идет Энергия Природы Пробуждающаяся Вот этой Дарующей силы Растения С людьми И в них Тоже Накапливается Сила И это Получается Взаимодействие Усиливает Как природу Так людей Дальше Первые Русалии Вот эти Дни Назывались Русалии Время Петя Любви Как Тайком От парней Смущенно Розовее Сбивались Девчонки Получается Наверное Все-таки Тайком От парней Смущенно Розовее Сбивались Девчонки На березовой Полянке Близ Поющей Весенние Песни Речки Кидывали Обереги Белую Одежду И вертелись В древнем Непостижимом Танце В котором Они И не девушки Уже А вечная Женственность Таинственная И темная В своей Непостижимости И воспаряла Эта женственность Над землей Смешиваясь С ароматом Подснежников И первых Березовых Соков Звеня Серебряным Колокольчиком Тихого Смеха Вот так Начинался Лельник Праздник Славян В этот Момент Ходили Парни За девчонками В хороводах Поглядывая На разрумянившиеся Щечки Алые губки Да синюшние Глаза Что мерцали Подобно Голубой Воде Пробудившейся Речке Какие Дивные Красавицы С длинными Волосами В этот Момент Вдруг Незапно Появлялись Перед Их взорами Этих Парней Тихой Тени Приближались К гуляющим Среди берез Парочкам И наши А Тут еще Какой момент То есть Вот эти Духи Которые В этот Момент Появлялись Природа Считалось Что они Подходят К людям Нашептывают Им Слова Любви И вот Это Чувство Как бы Дополнительно Усиливалось И проявлялось Но именно Чувство Опять Когда Природу Если Рассматривать Когда ты В природе Находишься То это Все-таки Чувство Не на уровне Нижних Энергетических Центров А чуть повыше Находишь Дальше Праздник Красная Горка Это День Когда заканчивались Последние Дни Русалии Время Пробуждения Чарующих Непостижимых Веселых И опасных В своей Шаловливости Русалок Время Когда Границы Обыденного Теряют Свою Неумолимую Жестокость Когда Резкие Однозначные Цвета Ну вот как зимой Становятся Полутонами Когда кружится Голова От предчувствия Чего-то еще Небывалого Не совсем земного Немного потустороннего По ту сторону Обычного бытия И стираются Границы Между мирами Лельник Это женский Праздник Когда Рождается Любовь Знаем Знаем Как красили Яйца В старину Да Играли С ними Яичные Заговения Готовили Пироги С яйцами Да С собой Каждый На гулянии Брал Несколько Яиц Которыми Расплачивался Закачание На качелях Да Еще И Перебой Оставалось Чем Сыграть Постучать Яйцами Друг От друга И была В этих Незатейливых Играх Обычаях Обрядах Древняя Магия Чары Зарождения Новой Яркой Жизни И Бегали Всю Русалью Неделю С подарками К русалкам Гадать Осторожничая Побаиваясь Надеясь На обретение Любви И красоты На свадьбу И свершение Предначертанного Счастья Ждали Что к празднику Красная горка Откроется имя Суженого Кто Как вечно Молодые И прекрасные Духи всезнающей Воды Предскажет Погадают Найти-то их Сейчас легко Ведь стоит Только прижаться К березке Что растет Около речки Да прошептать Свой потаенный Голос И зашелестит Молодая Листва Стукнет Щелкнет Что-то Почудится Легкий Прозрачный Девичий Смех И запоет Птичка Так отвечали Русалки Вот здесь Кстати интересно Тут вот про птичку Упоминается Возможно Все-таки Русалки Это птичка Птички Так легко Сейчас Напустить Любовные Чары Река С рекой Сливается Роща С рощей Сорастается Цветок С цветком Сплетается Трава С травой Сливается Той травы Возьму Пучок Заплету Цветы Венок Через Рощу Понесу По ручью Венок Спущу Унеси Вода Венок На сплетение Дорог И вот Наступает Лельник Праздник Славян Последний день Первых Русалей И спускаются На землю Боги Праздник Красная Горка С названием Она как раз Этот праздник Как раз Завершал Русалью Неделю И спускаются На землю Боги К собравшимся На праздник Красная Горка Людям В белых Одеждах Прилетает Вместе С птицами Прекрасная Леля Богиня Весны Оттого И зовут Этот праздник Лельником И кто знает Не потому ли Стала Божественно Прекрасна Вон та Девчонка Которая Вчера Была Просто Миленькой Дарьюшкой Ведь Сегодня Она Щедро Одетая В свежую Зелень Зовется Лелей Величава Сидит На троне Из нескольких Слоев Дерна С пушистой Молодой Травкой Раскланивается С теми Кто подносит Ей требу С молоком И сыром Улыбается Тем Кто ведет Вокруг Нью Хороводы С веселыми Песнями Веснянками Закликающие Весну Соблюдая Старинные Обыча И обряды Не потому ли Так светло И благостно Стала На челе Девицы Красавицы Ведь Она Стоит Осеня Всей своей Молодой Любовью И сама Леля Пришедшая В этот праздник С ней И сама Леля Пришедшая На этот праздник Красная Горка Ей в этом Помогает И может быть Именно поэтому Виночки Для девчат Полученные Из белых рук Дарьюши Дарьюшки Лели Сулят Приход Духовные Пары Любовь Замужество И счастье В этом году Это Лельник Праздник Славян Который Завершается 22 апреля Завершает Собой Русалии Дни Проводимая Молодежи На красной Самой Красивой В округе Горки А дальше А дальше Получают Женщины Цветы В праздник Красная Горка Нарядные Девы И величавые Жены Получают В подарок Эти Цветы Это Обряды Обыча Осененные Божественным Смыслом Прекрасные Цветы Воплощения Молодой Жизненной Силы Божественной Лели Как Священное Подношение Тем Что Несет В себе Всю Жизнь Цвет Любви Надежды На Счастье Это Ведь Тоже Магия Тоже Чародейство Что Может Быть Очаровательнее Весеннего Полевого Цветка Сорванного Мужчиной Для Своей Любимой С пожеланиями Покровительствами Богини Лели Богини Вечной Весны Но Это Раньше Так Отмечали А Что Происходит Сейчас Неужели Перестали Засыпать И Пробуждаться Реки Неужели Перестали Шелестеть На теплом Ветерке Просыпающие Березки Неужели Девушки Перестали Гадать О любви Неужели Парням Девушки Перестали Казаться Прекрасными Как Сама Леля Неужели Забыты Обряды Обыча Древнего Праздника Красная Горка Нет Не верю Просто Мы Перестали Звать Русалок Красим Яйца Объясняя Это совсем Другими Традициями Получаем Цветы Необъяснимы Природными Законами День 8 марта И почти Забыли Красавицу Лелю Спускающуюся К нам На птичьих Лёгких Крыльях На Лёльник Праздник Славян Вместе С ароматом Первых Цветов И только Иногда Когда Позволяем Себе Стать Проще И мудрее Прислушиваться К природным Альтернативу Валентинову Дню Это праздник Купала Вечером Перед Купальской Ночью Девушки Гадали Насуженного Да и гадают Сейчас он Возрождается Этот праздник Кидают В воду Свои венки А парни Должны Их достать Венок Это символ Счастья И женитьбы Замужества Чей венок Парень достанет Того и девушка Должна Поцеловать И быть с ним В паре На этом празднике Красивый обряд Который потом Сопровождается Прыганием Через костер Хороводами Песнями Танцами Поиском Цветка Папародника А самое главное Он Природно Увязан Солнечным Циклом К тому же В это время Тепло Уютно И комфортно Ходишь Босиком Купаешься В реке Лето Красота Это вам не поход За открыткой Коробкой конфет Супермаркет Зимой С последующей Пьянкой И беспорядочными Как говорится Мероприятиями На этот день Всем желающим Узнать более подробно О празднике Купалы Это сделать Не составит Труда Только надо Вместо изучения Идиотских версий Об этом Британских Ученых Немного Поизучать Родные Обычаи Традиции Предков Дальше Какой есть Еще вариант Для замужних Женатых Альтернативой Дня Святого Валентина Может стать День их свадьбы Для тех Кто Пробует Свои отношения Так сказать Вначале Пребывает И пребывает В статусе Так называемого Еще встречания То пусть Это будет День начала Их отношений Или день Первого Поцелуя Или день Первой Близости Только же Близость Вещь Такая Сокровенная Вот и празднуйте День любви Со своей Половинкой А не на Публику А сегодняшний День Святого Валентина По сути является Каким-то Аморальным Праздником Направленным На превращение Сокровенных Чувств Во всеобщее Публичное Действо А также Эксплуатирует Низменные Хочушки И извращает Само Понятие Любви Не забывайте Также О том Что Любой Праздник Это Яркое Напоминание О чем-то Очень важном В нашей Жизни Такие Дни Мы сверяем Наши Часы Со Своими Близкими Людни И Нашими Предками Почитая Их И Отдавая Дань А это Значит Что Работа Над чувствами И отношениями Должна Ити Постоянно Праздник Это Особенный День Когда Человек Вспоминает О том Что Ему Дорого И Свято Не Зря В Украинском Языке Слово Праздник В переводе Означает Свято Вполне Можно Перефразировать Известную Поговорку Скажи Мне Какие Праздники Ты Празднуешь И Я скажу Кто Ты А сейчас Активно И в России И в Украине И в других Славянских Странах Складывается Странная Ситуация Что у нас Вдруг В кавычках Случайно В короткое Время Появились Праздники Чуждые И даже Враждебные Славянской Культуре Пожелаю Всем избавиться От самообмана И не давать Обманывать Себя Другим Будьте Честны По отношению К себе И к другому Человеку Ищите Настоящей Любви Желаю Всем нам Которые Еще не Познали Настоящую Любовь Непременно Обрести Это чувство А тем Кто Любовь Уже Обрел Сохранить Ее На всю Жизнь Деляясь Своим Теплом И радостью С окружающими Ну вот А теперь Надо нам Порассуждать Получается Действительно Интересная Штука У нас У нас Вот Если Брать С начала Нового Года Большое Количество Дней Так Называемых Праздников Но в котором Суть Одна В эти Дни Нам Как бы Навязывают Что надо Обжираться Напиваться И вот Это дело Называется Праздником И вроде Только Как Греть Человек От одного Дела Отошел Ему Давай Другие Очередные Очередные Дни Где Когда Ему Надо Серьезно Потратиться Потому что Сказали Что Ну Так же Принято А то Что Недавно Это было Совсем Неизвестно Про это Как бы Стараются Молчать Ну Получается Какой Момент Сейчас Вот это Все Прослушав Мы Видим То Что К нам Если Не могут Нас Захватить Изменить Управлять Снаружи Для этого Пытаются Все это Делать Изнутри Для этого Нам Навязываются Красивые Образы Которые На самом Деле Предназначены Для того Чтобы Люди Ну Получается Чтобы Люди Больше Тратили Денег Больше Гробили Своё Здоровье И Еще Больше Разрушали То Что Можно Назвать Семьей Теперь Все-таки Какой Момент Так Как У нас Сегодня Валентина В день Я Предлагаю Поговорить Вот О чем Помимо Того Что Сейчас Было Обсуждено Много Подоликов Я Видел Таких Сообщений Что Мол Куда Делись Настоящие Мужчины Их Просто Нет Поэтому Нам Так Тяжело Женщинам И Поэтому У нас Семьях Так Все Плохо И С Другой Стороны Происходят Противоположные Комментарии Пишут Что Куда Делись Хорошие Соответственно Женщины У нас Вот Если Были Рядом С нами Хорошие Женщины У нас Было Было Хорошо И Замечательно И Вот У меня Какая Возникла Мысль Так У нас Все-таки Радио Народное И Оно Существует Именно И Действует Именно Благодаря Тому Что Народ Его Поддерживает То Все-таки Предлагаю Такую Мысль Как бы Вынести На обсуждение И у кого Какие Идеи Возникнут Во-первых Нам Необходимо Бы Сделать Дополнительно Что-то Такое Типа Группа Или Подгруппа Где Люди Которые Захотят Познакомиться Друг с Другом Они Могли Об этом Поговорить Поэтому Ищутся Такие Умельцы Которые Способны Эту Группу Организовать В идеале Конечно Чтобы Это Было На Сайте Народного Славянского Радио Или Хотя Б В 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 Группе Каким-то Образом Нам Сделать Такие Подразделы Чтобы Было Понятно Чтобы Либо По Интересам Либо По Интересам И По Местоположению Людей Которые Там Находят Чтобы Это Не Было За Тысячу Километрам Друг От Друга А Это Было Легко Находить Того Кто Придерживается Такого Же Мировоззрения Как Ты Где-то Рядом И Есть Еще Очень Такой Важный Момент Который Я Не Так Давно Про Этот Момент Узнал Но Настолько Важный Что Я Предлагаю Чтобы После того Как Я Выскажусь Еще Алексей Ты Про Этот Момент Подробно Поговорил Часто Происходят Такие Ситуации Я Вижу Значит Создается Семья На Определенном Этапе Вроде Все Хорошо Парень С Девушкой Они Друг Друга Устраивают Во всех Смыслах Но Через Какое-то Время Когда Семья Создана Происходит Такой Момент Что Один Человек В этой Семье Он Начинает Развиваться Внутренне Развиваться Внешне И Он Стремится Познавать Себя Познавать Этот Мир А второй Человек Он Либо Просто Относится Нейтрально К этому Либо же Наоборот Начинает Противодействовать До этого Вот я Как бы Ну Я не понимал Почему так Происходит У меня Вот тоже Как бы Есть Собственный Так сказать Горький Опыт Ну Может Не горький Но Нужный Опыт Где Я Такое Наблюдаю И Выяснился Такой Интересный Момент То есть Вот Мы Писали Передачу Про Варны Про Касты Там Ну В данном Случа Речь Пойдет Про Варны И Там Есть Такое Понятие Как Несколько Варн Ключевых Людей Которые Опладают Определенными Качествами Эти Варны В первой Варне Люди В основном Заботятся Только о том Чтобы Им Было Хорошо Во второй Варне Люди Уже Начинают Заботиться Не только Чтобы Было Хорошо Им Но Они Еще Пытаются Создать Хорошую Семью Достаток Обеспечить Этой Семьи И Уже Распространять Вот Это Действие Добрых Дел Не только На семью Но еще На близкое Окружение Потом Соответственно Там Есть Люди Которые Уже Способны Эти Добрые Дела Творить Не только На уровне Себя Семьи Но На Больше Промежуток На Предполагал Такой Момент Что Возможно Как бы Как это Называется Где родился Там И пригодился Но Не только Место А вот Именно Допустим Ты вот В юности Что-то Тебя Интересует И возможно Вот так Оно Все время И будет Интересовать Но Сейчас Понимание Появилось Совсем Другое И в этом Благодарю Алексея Потому Что Я до Этого Эту Информацию Так Нигде Не Видел Понимание О чем В том Что У человека Есть Такая Интересная Штука У него Есть Помимо Того Места Где он Сейчас Присутствует В котором Он Находится Что-то Делает И Варна В которой Он Вертится На данный Момент У него Есть Еще Внутри Заложена Программа По которой Он Концы Жизни Может Прийти к Совсем Более другой Более Высокой Варни И Часто Вот Эти Программы Развития Они Сменяются С Определенной Периодичностью И В этом Кстати Мне Еще Помогло Какой Вот Момент Вот Это Понимание Этого Дела Я Общался С Человеком Она Тут Выступает На Радио На Славянском Зовут Ее Татьяна Часто Она С Еленой Ведут Передачи По поводу Кармических Узлов И Всего Такого Интересного В общем По поводу Астрологии И Когда Я Отслеживал Астрологию И Конкретно Применительно К себе Что У меня Происходило В жизни Когда Татьяна Мне В этом Помогала Разбираться Обнаружились Как раз Эти Моменты То есть У человека Идет Смена Цели Полагания Смена Цели Полагания Внутренней Вот эти Как бы Твоей Задачи На Жизнь Происходит Примерно Через 18 Половиной Лет Это Называется В астрологии Возвращение Кармических Узлов И После Этого Люди Бывают Рожденные Очень Близко Или Даже В один День И Живущие В одной Семье У них Программы Через Прохождение Вот таких Вот точек Где Судьба Видоизменяется И запускается На новый Виток Новую Спираль Развития Могут Настолько Существенно Меняться Что Происходит Ну Разлад В общем Происходит И тут Вот Правильно Подмечена Была Какая-то Передача Что Что В этой Ситуации Как бы Делать Первый Конечно Идеальный Вариант Это Вот Который Я Сейчас Вижу Это Во-первых Нам Группу Сделать Вот Это Вот Где Будут Люди Которые Захотят Познакомиться Там Могли Бы Пообщаться Перед Этим Предварительно И хотя И хотя Сопоставить Свои Цели Задачи На Ближайшее Время С Целями И задачами Другого Человека Как бы Противоположного Пола И понять Стоит С ним Дальше Общаться Каким-то Образом Или Нет И дальше Другой Момент Все-таки Мы постараемся С Алексеем Мы это Обсуждали Сделать Такую Таблицу Где Чтобы Каждый Человек Она Должна Быть Довольно Таки Простая Чтобы Каждый Человек Мог Внутренне Позадав Себе Вопрос И Понять А вот На данный Момент Где Он Находится Причем Не считая Что Если Он Тут Вот Находится Теперь Ему На всю Жизнь Здесь Находится А Понимая Что Если Он Тут Находится И Начал Задавать Вопрос И Осознавать Это Значит Как Ему Предстоит Еще Дальний Путь Совершенствования И Скорее Всего В другие Более Высокие То Что Называется Варны И Тогда Будет Проще Если Каждый Человек Сначала Пообщавшись Лично А потом Еще Вот Тут Самое Главное Именно Искренне Именно Не Предвзято Внутрь Себя Вот это Вот Отслеживает А Куда Меня Тянет И Вот Тогда Получится Что Ты Правильно Оценишь Себя И Другой Человек Если Он Правильно Оценит И Вы Друг Друг Понравитесь Получится Вот Две Половинки Соединятся Получится Семья То При Таком Вот Именно Взаимодействии Это Все Приведет К тому Что Семьи Будут Крепкими Ларными И Муж Женой Будут Ити В Ногу Вместе Шагая А Не Как Лебедь Рак И Щука В Разные Стороны Теперь Бы Хотелось Алексей Твою Еще Вот Этот Комментарий По Поводу Вот Чего Я Сказал По Поводу Варм Насколько Это Важно Чтобы Ты Комментарий Дал По Поводу Задумок Насчет Вот Этих Вот Создать Страниц Или Подразделов На сайте Чтобы Люди Могли Общаться Между Собой Потому Что Я вижу Что Действительно Это Существует Это Трудно Сейчас Чтобы Создавались Крепкие Семьи На Долгие Долгие Годы Ну А дальше Уже Можно На вопросы Ответ Поотвечать Благодарю А что Конкретно Ты Хочешь Чтобы Я Сказал По Варм Ну Ну Вот Я Правильно Этот Понял Момент Или Еще Какие-то Есть Нюансы Нюансов Огромное Количество Если Мы Просто Относим Себя Варм Это Одно Но Жизнь Это Не Схема Каждый Человек Уникален Схема Нужна Только Для Того Чтобы Понять Принцип Построения Но Это Не Есть Сама Жизнь Поэтому С точки Зрения Принципа Да Вот Такая Схема Понятно А с точки Зрения Уже Куда Себя Отнести И К чему Ты Относишься Здесь Еще Необходима Внутренняя Честность Многие Люди Думают Что Они Очень Крутые Что Они Кого-то За Кое-чего Держат И Несколько Себе Льстят Получается Как Хотели Лучше А Получилось Как Всегда Поэтому Здесь Не Достаточно Только Внутреннего Самодиагноза Какого-то Здесь Много Каких-то Еще Факторов Есть Которые Влияют На То К чему Предназначен Человек В этой Жизни Где Его Место Для того Чтобы Там Себя Полностью Проявил Ну И так Далее Там Подобно Поэтому Конечно Можно Подходить В лоб К чему-то А можно Более Широко Еще Какой Момент Вот Наверное Ну Не знаю Есть Такие Люди Нет Наверное Все Есть Есть Люди Которые Как бы Ну Наверное Можно Это Назвать Или Зависть Или Независть Ну Хотели Бы Оказаться На Месте Вот Которым Я Сейчас Нахожусь Которые Когда Я могу Задавать Алексею Вопросы Там Какие Это Записывается Не Передач Так Вот У меня Есть Хорошая Возможность Сообщить Вам Радостное Известие Требуются Люди На Радио Которые Как способны Помогать Эти эфиры Записывать Как способны Помогать Эти эфиры Распространять Так и быть Непосредственными Ведущими Эфиров В том числе И эфиров Вот таких Вот прямых И Самый Интересный Момент Который Я Вот Этот момент Он для меня С одной стороны Удивителен А с другой стороны Оказывается Он Все-таки Справедлив Момент Такой Когда Я Начинал Помогать Радио Я совсем Не думал Что Моя помощь Радио Мне поможет Даже намного Больше Чем я Помогаю Радио То есть Поясню Какой Момент В жизни Возникает Много Ситуаций Которые Необходимо Прояснить И часто У тебя Твоей Внутренней Осведомленности Об этом Мало Но когда У тебя Есть возможность Задавать Вопросы Людям Которые Прошли Уже Этот путь Которые Намного Больше Что-то Знают И Понимают То Твоя Осознанность Растет И поэтому Моё пожелание И Искренняя Вот такая Просьба И Искреннее Предложение Что людям Которые Все-таки Захотят Проявить Тебя Творцами Помогая Радио Не просто Как Вопросы Где-то Писать Под видео Или еще Как-то А именно Непосредственно Вести Передачи Или Делать Эфиры От этого Намного Быстрее Намного Лучше Ты сам Взращиваешь Свой Дух И душу И тело И телеса Ну это Вот как бы Реплика Теперь Можно Я думаю Там Отдохнуть Там Минутку Две И после Этого Послушать Что там Люди Нам Понаписали Благодарю Да Надо Учитывать Что чужими Ногами Не пройдешь Дорогу Если Конечно Ты не Паразит Находящийся В теле Другого Кто идет Этой дорогой Или Сидящий На том Кто идет Этой дорогой Ну вопрос В общем-то Здесь риторический Может кто-то скажет Ну и паразитом Быть хорошо Все равно До цели Дойду Да Но только В каком качестве Ты дойдешь И что ты Из этого Познаешь Что возьмешь Поэтому Уж лучше Идти Своими Ножками Преодолевая Этот путь Дорогу И достичь Того Что тебе Нужно Достичь Нежели Чем Быть Паразитом И сдохнуть В конечном Итоге Так и не познав Ничего В этом мире Кроме Как Переработки Уже Чего-то Полупереработанного А по поводу Того Что подготовить Схему По которой Можно себя Диагностировать Ну так Это вопрос Больше не ко мне Я только буду Помогать вам Разбираться Я только буду Помогать Разбираться Может быть Сделать какой-то Тест Но не более того Сам-то я Это делать не буду Потому что Мне это уже Давно-давно Понятно И не столь Интересно А вот тому Кто будет Это делать Как ты уже Правильно Сказал Это будет Еще и полезно И очень важно Для саморазвития И я очень Приветствую Твои слова По поводу того Что участие В делах Радио Да и вообще Участие В делах Светлых Намного Более полезно Для того Кто участвует В этом Нежели Самому Этому Делу Потому что Когда ты Просто сидишь Слушаешь Это одно А когда ты Что-то делаешь Ты и Слушаешь И впитываешь И проверяешь На практике То есть Три в одном Получается Это как минимум Три в одном А там еще много Составных компонентов Поэтому Взросление Взращивание Себя Происходит Намного Быстрее Нежели Чем просто Сидеть на диване Читать какие-то Умные книжки Общаться С каким-то гуру Или слушать Кого-нибудь Даже задавая Очень и очень На твой взгляд Важные Правильные вопросы И получая Как тебе кажется Очень верные И правильные ответы Только сам Человек Может сделать Для себя то Что другой Для него Даже самый великий Никогда не сделает Ну а теперь По просьбам Трудящихся Мы переходим Ко второй части Нашего сегодняшнего эфира Разбор вопросов Ответов Вернее так Разбор вопросов И ответов Со стороны ведущего В данном случае Михаила Ять А вопросы и реплики К нам поступают В чате Народного Славянского Радио Напоминаю Сайт Слав Радио Орг Далее Ищите слово Гостиная Там выпадающее Меню Беседка Чат И здесь Можно писать Вопросы Реплики Общаться С друзьями А также Канал Ютуба Ютуб Ком Слэш Слав Радио А теперь Уже Мы переходим Ко второй части Нашей встречи Ответы На вопросы И реплики Из чатов Народного Славянского Радио Продолжение Слушайте В следующей части